Приветствую вас дорогие друзья! Значит, пойдемте искупаемся и пока я плаваю, я вам дам еще один мудрый совет, который вам поможет стать более лучшими и профессиональными зимними пловцами. Водичка замечательная, погода изумительная. Итак, сначала момент, о чем мы будем говорить, я вам сейчас прямо покажу. Мой рот уже начинает мерзнуть, губы не двигаются так быстро, как хотелось бы. Значит, тема сегодняшнего видео это то, что когда вы занимаетесь зимним плаванием, очень важно не забыть про голову. Так как многие зимние пловцы сидят в воде вот примерно по шею и соответственно не закаляют кровеносную систему на голове, капилляры на голове. А это очень важно, так как если вы всегда находитесь в воде по шею, то если вдруг вам придется погрузить голову под воду в первый раз, вы ощутите неимоверную боль. Вот как я сейчас сделал, после такого погружения многим людям становится очень-очень больно. Это потому что кровеносная система на голове, особенно вот где ваш череп, вот этот две тонкий слой кожи, между черепом и кожей, где практически нет никакого жира. Вот она, эта кожа и капиллярная система в ней настолько чувствительная к холоду, что начинается очень сильная боль при погружении под воду. Как это избежать? Делать следующее. Но очень важно, если сильный ветер, то есть минусовая температура, сейчас минусовая температура, но ветра нет. И поэтому погружать мне сейчас голову под воду и находиться потом с мокрой головой при минусовой температуре, скажем, безопасно. То есть обледенение не происходит, уши я не отморожу, и поэтому это очень полезное дело. Но если есть сильный ветер и минусовая температура, то обледенение от морожения произойдет моментально, очень-очень быстро. И в такой ситуации ни в коем случае нельзя погружать голову под воду, особенно людям, которые еще сильно не закалили свое тело. Ух, какое солнце опять вышло. Но что вы можете сделать, это вот такой трюк. Вы, значит, искупали, сколько вы желали провести в воде, а потом, прямо перед самым выходом из воды, вы, соответственно, подошли уже к берегу или подплыли к тому месту, где вы выходите из воды, если это прорубь, и погрузили голову под воду. Вот это очень будет мудрый совет вам от меня, потому что вы сразу же, когда вы выйдете из воды, вы сразу надеваете шапку, и, соответственно, обморожение не происходит даже при 2-3 минусовой температуре. Ваше тело, ваша кожа на голове выдержит эту нагрузку. Вот какой вам совет. Когда же вы купаетесь при такой погоде, где нет усиленного ветра, то вы должны, или, по крайней мере, я вам рекомендую погружать свою голову под воду каждую минуту примерно. Ну, можно каждые 2 минуты, так как это будет именно закалять кожу на голове самым лучшим способом. Это, по крайней мере, я вычислил как самая оптимальная чистота погружения головы под воду. Я этим, этой техникой постоянно занимаюсь, рекомендую ее вам. И, как вы видите в моих предыдущих видео, я примерно делаю то же самое, что и сейчас. Значит, это небольшой физиологический момент, который нужно всем вам знать. И что я хотел вам сказать. Кожа на голове, кровеносная система, капилляр на голове, насколько я знаю, немного другие, чем практически во всех частях тела. Так как голова всегда должна быть в тепле, поэтому у нас здесь растет такой замечательный мех, то есть волосы. Насколько я знаю, кровеносная система и капилляры не сужаются, практически не сужаются при погружении в холодную воду или вообще когда какой-то холод воздействует на голову. Это понятно, потому что должна кровь постоянно притекать к голове. Это самый важный орган в нашем теле. И, соответственно, когда вы погружаете свою голову в холодную воду, то потеря тепла продолжается с большой скорбью. Поэтому все рекомендуют держать голову постоянно в тепле и очень заботиться о голове. Это, конечно же, очень мудрый совет. Но если вы хотите, конечно же, закалять свое тело, то вот постепенно, шаг за шагом, я рекомендую с погружением, за погружением, я рекомендую вам все-таки начать закалять свою голову, так как это действительно происходит. Если бы я сейчас вот так часто не погружал свою голову под воду, то при первом же погружении в такую холодную воду у меня бы очень сильно заболела голова. Это прям сумасшедшая головная боль происходит. Так что вот какой вам совет. Все, уже 7 минут я нахожусь в ледяной воде. Пора мне выходить. Значит, до скорых встреч, встреч в следующих видео. Счастливо! Ну а теперь, как вы видите, я погружаю свою драгоценную голову в очень горячую воду, в очень горячей ванне. Как видите, я полностью разогрев. И на этом фоне я хочу вас пригласить теперь посмотреть мое видео про то, как правильно совмещать зимнее плавание и закалку теперь горячей водой. Ваннами, особенно банями, конечно же саунами, ну и в принципе горячими душами, хотя они не так хорошо работают. Поэтому смотрите это видео и обязательно делайте все с умом. Счастливо!